Приветствую зрителей национальной вещательной компании САХА. Вы смотрите в прямом эфире совместные агитационные мероприятия к выборам президента страны 18 марта. Представляю участников. Итак, доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии ЛДПР Владимира Жириновского Надежда Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидатов в президенты России Владимира Путина Павел Алексеевич Маринычев. И доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии Партия Роста Бориса Титова Евгений Никандрович Язев. Добрый вечер, уважаемые доверенные лица. Будем с вами говорить сегодня о развитии Дальнего Востока, об освоении Арктики, также защиты природы. Итак, вопрос первый. Какой должна быть государственная политика в отношении развития Дальнего Востока? Надежда Викторовна, ваши две минуты. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Хотелось бы сказать, что Владимир Вольфович Жириновский еще в 90-х годах говорил о том, что Дальний Восток нужно развивать. Но да, стратегия, которую сегодня выбрало правительство, она, к сожалению, не совершенна. Поэтому то развитие, которое сегодня происходит, оно не совсем полномасштабное и не то, что хотел бы Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня Дальнему Востоку нужно уделить большое внимание. Надо понимать, что очень большое количество ресурсов находится именно на нашей территории. Это должна быть обрабатывающая промышленность. Помимо обрабатывающей промышленности, мы сегодня должны создать условия для развития сельского хозяйства. Сегодня Дальний Восток должен стать большим кластером для привлечения молодежи. Это должна быть такая идея, на которую будут работать молодые и перспективные люди. Профессия инженер должна стать вновь популярной. Люди, молодые, должны здесь обретать семьи и развивать Дальний Восток. Поэтому в программе Владимира Вольфовича Жириновского очень много написано о развитии Дальнего Востока в налоговом направлении, в промышленности, сельского хозяйства, социальной политике. То есть поддержка полностью этого региона. Надо понимать, что именно только в его программе указано то, что Дальний Восток должен развиваться по всем направлениям одновременно. И надо понимать, что без развития Дальнего Востока у России не будет будущего. Поэтому 18 марта мы вас ждем на избирательных участках и голосуйте за Жириновского, за сильного лидера, который сегодня приведет Россию к мощному рывку вперед. Спасибо, Вячеслав Семенович. Ваш кандидат что думает по этому вопросу Дальний Восток? Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Ну, свое развитие Дальний Восток получило в свое советское время. На данный момент, хочу заметить, отток населения с Дальнего Востока продолжается. 30% населения Дальнего Востока, это основные молодые люди, безработные. Сейчас, на данный момент, производство, которое было в советское время, после 90-го года, оно докатилось до 30%. На данный момент, та ситуация, которая сложилась в сельском хозяйстве, когда наши пахотные земли сократились в два раза, когда сельномолочная продукция, та же рыба, производство рыбы тоже сократилось в разы. В этой ситуации, когда в Дальнем Востоке есть, та население, которое безработно, нам предлагает, чтобы к нам ехали в Дальний Восток. Предлагают ГАА и так далее. Но Павел Николаевич Городин однозначно в своей программе обознатил о том, что, во-первых, когда говорим за Дальний Восток, надо поднимать производство. Крупное производство. Соответственно, для того, чтобы поднять крупное производство, надо однозначно национализировать те ресурсы, которые являются государство-образующими. Соответственно, только в этом случае можно создавать те мощности, чтобы привлечь те же инвестиции, тех же людей, что приехали в Дальний Восток и возрождали. На данный момент ситуация, которая сейчас сложилась, вот Арктику, говорят, надо развивать. Но Арктику, у нас хлеб в Чакурдахе, в Аллаховском районе, вот заранее говорили, 100 рублей. В свете этого мы предлагаем, надо в этих выборах прийти в избирательный участок и поддержать кандидата Павла Николаевича Городинова. Павел Алексеевич, госполитика по Дальнему Востоку. Ваши две минуты. Да, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые избиратели, добрый вечер, уважаемые участники дебатов. Все-таки замечу, пока некоторые из кандидатов, как здесь было сказано, мечтают о развитии Дальнего Востока, наш кандидат Владимир Владимирович Путин это реально делает. Также хотелось бы заметить на замечании о захеревшем сельском хозяйстве еще одного участника дебатов. Пожалуйста, сходите в любой магазин города Якутска, купите вкусную, прекрасную продукцию, сделанную в Якутии и кушайте ее на здоровье. Вообще, развитие всех регионов в России это приоритет для Владимира Владимировича Путина, который говорит об определении в каждом регионе точек роста и развития их. Яркий-то мой пример именно Дальний Восток. Еще 90-е годы это депрессивный макрорегион, сегодня это по большому счету большая стройплощадка с развитием новых крупных производств, с формированием новых институтов развития, с формированием новых режимов функционирования экономики. Два направления этого развития. Первое, это безусловно производство и создание новых рабочих мест. Для этого у нас уже есть новые инструменты, такие как ТАСЭРы, для этого у нас развивается базовая инфраструктура, такие как магистральные трубопроводы, магистральные линии электропередач, автомобильные дороги. Вторая составляющая, это, конечно, люди и привлечение людей на Дальний Восток. И здесь есть также уже созданный широкий спектр механизмов, такой как Дальневосточный гектар. Это то, что у нас на территории строятся новые и новые социальные объекты. И, конечно, в фокусе это человек. Владимир Владимирович по этому поводу сказал, мы должны строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детские сады, школы, менять облик городов и поселений. Голосую за Путина, дорогие друзья. Вы голосуете за комфортное и счастливое будущее на Дальнем Востоке. Спасибо. Евгений Никандрович, Ваша очередь, Дальний Восток, две минуты. Большое спасибо за то, что мне и моим единомышленникам Борис Юрьевич Китов, кандидат в президенты Российской Федерации, обеспечил возможность все-таки донести до вас, что существуют и альтернативные точки зрения, иные предложения, которые иногда расходятся с теми действиями, которые осуществляет региональная власть. К сожалению, мы никогда не получали приглашения участвовать в дебатах с действующей властью в пределах региона. Как правило, с экрана льется патока, рассказывающая о том, как все хорошо, как хорошо потратили деньги, но почему-то никогда не говорят, как эти деньги зарабатываются и откуда они появляются в республике. Мы сегодня второй регион в России, получающий в таком объеме дотации. На первом месте стоит Дагестан. Поэтому у нас с вами проблема не в том, что у нас нет желаний, нет мыслей. У нас проблема в том, что у нас не хватает денег. Нам нужно с вами решить главный вопрос, чтобы люди могли проявить инициативу. Эта инициатива должна быть поддержана государством. Кто лучше нас с вами знает, что нам нужно? Никто. И когда нам государство пытается диктовать наши потребности или наши условия, мы невольно начинаем думать, а почему нам это нужно и зачем нам это нужно. Инициатива людей должна поддерживаться государством и в частности за счет так называемого количественного смягчения, которым пользуется весь мир. Мы должны прекратить вывозить капиталы за границу, легально или нелегально. Мы должны их направлять на внутренний рынок. Мы должны предоставить льготные условия нашим жителям, для того, чтобы они могли не только реализовывать свои потребности, но и свои идеи на будущее. Спасибо. Вопрос второй. Арктика. Это, как известно, глобальная кладовая всего человечества. Так как должна быть выстроена работа по освоению этого белого континента? Надежда Викторовна, две минуты. Сегодня об Арктике можно говорить очень много. Надо понимать, что и Арктический край нужно развивать комплексно. Сегодня главное богатство нашей страны – это люди. Есть арктические районы непосредственно в нашей республике, в которых проживают национальные, малочисленные народы севера. И сегодня, во-первых, надо сохранить их этнический быт в том виде, в котором они есть, вместе с языком, культурой и традициями. Поэтому с развитием Арктики надо учесть непосредственно то, что они там проживают, эти малочисленные народы севера. И с этим учетом, во-первых, те промышленные объекты, которые планируются или есть уже на территории Арктики, сегодня не должны наносить урон экологии, для того, чтобы люди смогли развивать оленеводство. Надо сделать социальную нагрузку для этих людей. Сегодня надо понимать, что наши арктические районы не заселены. Люди уезжают, покидая свои деревни, поселки и села. Сегодня, в первую очередь, надо задуматься о том, чтобы сохранить местное население. Во-вторых, создать условия. Если Россия будет развиваться по всем направлениям комплексно, то, соответственно, и Арктике будет уделено большого внимания. Конечно, надо сегодня подумать и о безопасности. Арктика непосредственно может стать тем, той территорией, куда мы можем установить, да, где-то и военное свое оборудование. Сегодня это может стать хорошей военной базой. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского. И сегодня у Арктики начнется новое дыхание, процветание и развитие. Спасибо. Вячеслав Семенович, освоение Арктики. Время пошло. Уважаемые товарищи, в предыдущем дебатах мы говорили о том, что Россия живет от выборов до выборов. Эти выборы тоже не исключение в том плане, что за год до выборов заговорили о тарифах, заговорили о Арктике. В свое время сказали, что надо развивать Дальний Восток. И в свете этого на Арктику как будто тоже обратили внимание. Принята программа, по-моему, там за 50, за 2050 году Арктика должна быть на таком каком-то высоком уровне. Ну, на данный момент реалии жизни таковы, что тарифная политика оставляет желать лучшего. ЖКХ самая высокая у нас в России. Вот, в России у нас самая высокая в Арктике. Соответственно, в том же Алла-Яхамском районе, поселке Чакурдах, ГУП ЖКХ обслуживает только, как говорится, вот эту трассу тепловую. А внутридомовые никто не обслуживает. Последние 20 лет там этим никто не прикасался. Соответственно, товарищи, хочу заметить, чтобы кран поменять в Чакурдахе, один кран, надо заплатить со своим краном 3 тысячи рублей. В Алла-Яхамском районе, вот обращаю внимание, последнего оленя забили 3 года назад. В свете этого, вот говорят, Арктику развивать надо. Мы согласны. В советское время были такие поселки, как Кулар, Чакурдах, Депутатский и так далее. Тикси, какое развитие были. В свое время отсюда ездили за продуктами там, в Арктику. А сейчас там люди, как говорится, не сколько живут, сколько существуют. Так жить нельзя. И Павел Николаевич Грудин однозначно обознатил. Во-первых, надо создавать рабочие места. Это одна из приоритетных программ Павла Николаевича Грудин. Соответственно, чтобы создавать рабочие места, соответственно, надо создавать производство, крупное сельское хозяйство и так далее. Поэтому, товарищи, 18 марта переходим в избирательный участок и голосуем за Павла Николаевича Грудин. Спасибо. Павел Алексеевич, как должна быть выстроена работа по освоению Арктики? Люблю факты, поэтому, извините, все-таки сделаю определенное замечание. Да, в Алла-Яхе крайне высокая себестоимость силу расстояний на жилищно-коммунальные услуги. Именно поэтому, благодаря государственной поддержке, житель того же Чакурдаха платит только 11% от этой себестоимости сам. Все остальное гасит за него государство. На ваш вопрос Владимир Владимирович Путин ответил вполне прямо. Мы восстановили суверенитет и сейчас Арктика является одним из основных наших резервов в плане развития. Этому направлению придан приоритетный характер. Вот что сказал по этому поводу Путин Владимир Владимирович. И здесь нужно разделять несколько направлений. Первое, конечно, это дальнейшее развитие базовой инфраструктуры. Таких, как магистральные линии электропередачи, такие, как магистральные дороги. Путин сказал об том, что в следующий период своей работы он уделит внимание и восстановит и региональные дороги тоже. Второе, это магистральные транспортные потоки. Вот все мы слышим про северный морской путь. Но, уважаемые друзья, не только слышим, но и делаем. Вы знаете, что в 89-м году был зафиксирован максимум советского периода по перевозке грузов по СМП. Это 6,2 миллионов тонн. Так вот, без лишних слов, в 2017 году это уже 8 миллионов тонн. И это новый рекорд. Вот поэтому такие направления также развиваются. Расширение зоны БАМа. Наша экономика оживает, поэтому БАМа уже мало. Его надо расширять. Это тоже приоритетное направление нашей работы. Дорогие друзья, конечно, все это должно быть увязано прежде всего с человеком. Поэтому принятая государственная программа по развитию Арктики, также принимаемый и рассматриваемый сейчас закон по развитию Арктики, вставит фокус как конкретного человека экологические вопросы. Голосуйте, друзья, за Путина. Голосуйте за счастливую Арктику. Спасибо. Евгений Никандрович, Ваша очередь. Две минуты освоения Арктики. Спасибо. Новостной поток, связанный с арктическими районами, как правило, связан прежде всего, когда происходят какие-то аварии, недовоз топлива или чего-то иного. Учитывая те санкционные ограничения, которые коснутся прежде всего арктического шельфа, выход из программ Роснефти компании «Эксон» и многие другие вещи, ограничивающие наш потенциал там, ставят принципиально вопрос о том, насколько и как удовлетворяются те потребности, которые нужно удовлетворить для того малочисленного населения Севера. В принципе, жителей Севера не настолько много, чтобы можно было думать о том, что они являются какой-то существенной расходной статьей в нашем бюджете. Поэтому та программа, которую Борис Титов предлагает, количественного смягчения, получение достаточно дешевых кредитных ресурсов, а иногда и ресурсов на грани, вообще доходности, предлагает нам возможность, предполагает нашу возможность обнаружить наконец все потребности, которые возникают там на Севере у людей. Мы живем от Севера достаточно серьезными вещами, заметными только для нас. Мы получаем оттуда рыбу, мы получаем оттуда мясо, мы часто получаем оттуда некоторые ископаемые ресурсы, как это бивень и прочие вещи, и мы должны понимать, что нам кроме этого нужно еще и сохранить там эти точки, как точки постоянного присутствия. Стратегия роста настроена не только на то, чтобы мы максимально выдавливали из людей их доходы, она настроена на том, чтобы нам максимально получать там, где это возможно. А там, где это нельзя сделать, мы обязаны поддерживать этих людей и дать им возможность в конечном итоге существовать достойным образом. У нас есть проблемы в медицине, в образовании, в транспортном сообщении с Севером. Поэтому стратегия роста Бориса Титова является основой для того, чтобы это решить. Спасибо. Вопрос третий. Как известно, окружающую среду в Арктике охраняет созданный в 96-м Арктический Совет. Россия туда входит. И какую главную позицию должна занимать в ней наша страна? Надежда Викторовна, минута. Вы знаете, в этом году в Арктических районах, к сожалению, то есть в прошлом, в 2017-м, были жуткие затопления. Это связано непосредственно с экологией. К сожалению, рыбаки не смогли выполнить квоту рыбы и добыть ее. Такие уж странные вещи по экологии у нас происходят фактически во всех Арктических районах в связи, наверное, с изменением климата. Какую-то часть сами мы, люди, нарушили за счет промышленности. И сегодня наша позиция должна быть такой, чтобы защитить Арктику и защитить тех людей, которые там непосредственно живут и занимаются народным промыслом. Мы сегодня должны из госбюджета выделить на освоение и сохранение Арктики деньги, в том числе и на экологию, и создать все условия, чтобы именно в этом регионе так же... Александр Семенович, Арктический совет, работа в России, в нем, пожалуйста, минута. Уважаемые товарищи, пользуясь случаем, хочу информировать о том, что на данный момент выборная кампания идет на финишную прямую. Осталось всего пять дней. Нашим агитаторам и сторонникам Павла Николаевича Грудина мы призываем, чтобы они еще раз сплатились вокруг нашего кандидата. Не надо верить тем информациям, средствам массовой информации о том, что Павел Николаевич там имеет миллионы, миллиарды. Это все лешки-левета. Насчет золота унция тоже келевета. Поэтому, как заверила представитель Центральной избирательной комиссии, что на данный момент Павлу Николаевичу нет никаких претензий. Исходя из этого, товарищи, надо еще мобилизоваться, надо дойти до каждого избирателя. И каждый патриот-государственник должен найти свое место в этой избирательной кампании и проголосовать за Павла Николаевича Грудина, кандидата в однородных патриотных сил России и Коммунической партии Российской Федерации. Павел Алексеевич, работа России в Арктическом Совете. Одна минута. Спасибо большое. Ну, как известно, Арктика – это, конечно, зона пересечения интересов. Зона пересечения интересов многих государств, в том числе и зона территориальных споров. При этом Арктический Совет – это, пожалуй, наиболее авторитетный международный форум, который работает в Арктике. И этот форум является площадкой, где как раз проблемные вопросы и обсуждаются. Российская Федерация всегда была приверженцем сохранения и развития этого института, этого форума. И всегда говорила и говорит о том, что философия развития Арктики должна быть безопасной и эффективной. Таким образом, Российская Федерация, приверживаясь принципу безопасности и эффективности, должна и является и будет являться той универсальной площадкой, на которой может работать данный Арктический Совет. И Путин здесь объявляет приоритет. Спасибо. Евгений Никандрович, Ваша минута, пожалуйста. Спасибо. Я хотел бы вам напомнить, что Север – недойная корова, и пытаться из него выдавить все, что нам хочется, наверное, не стоит. Тем более мы знаем, как тяжело жить здесь у нас и как тяжело жить на Севере. Люди, которые живут в районах Крайнего Севера, совершают подвиг. Это люди, которым нужно всячески помогать. Мы не должны истощать его. Мы должны давать им возможность продавать то, что они там производят по тем ценам, которые бы обеспечивали им доходы, соответствующие для того, чтобы можно было жить достойным образом. Лучше это производить, наверное, здесь у нас, за счет тех доходов, которые мы получаем. Нам все-таки легче, мы можем платить больше. И субсидировать через нас – это наилучшая возможность сохранить то, что создано на Крайнем Севере. Поэтому политика, стратегия роста Титова – это единственный вариант в нашем выживании. Спасибо. Спасибо, доверенные лица. На сегодня у нас все. До встречи завтра. Смотрите НВК Саха.